В понедельник 21.30, а это значит, что время подводить итоги прошлой недели и этого понедельника, потому что сегодня супер отличный, напряженный, активный, великолепный день по заказам не сегмента и заказам по ипотеке. Две истории расскажу, короткие, но такие, знаете, мощные, плодотворные, продажные и самые интересные по доходу, потому что эти два направления, они каждому агенту генерят наибольшее количество денежных средств. Это первое, это не сегмент, это, собственно, тот транспорт по ОСАГО, который не берет ни одна страховая обычным, привычным, простым способом, это ни один личный кабинет это не делает, и, в общем-то, что бы ни делал клиент, он будет ходить по кругу, как белка в колесе, и постоянно получать отказы. Это владельцы, физические лица грузовиков, автобусов, такси, молодые водители в легковых автомобилях, мотоциклы, спецтранспорт, это, например, трактор или погрузчик или какой-то еще там, да, специализированный транспорт, который имеет свое собственное удостоверение и свои собственные права, даже квадроциклы к этому относятся. Так вот, эта вот вся масса, огромная масса не сегмента, сегодня просто как вот прорвало, прорвало, потому что где-то в районе 50 заявок отработали наши сотрудники, в том числе и я. Я был сегодня таким мега быстро крутым калькулятором. Я считал, считал, считал и принимал финансы, принимал как бухгалтерия, получал денежные средства, далее их переводил в страховую компанию, получал полис, отправлял его обратно заказчику. И вот так вот пролетел весь день, и при этом при всем мы заплатили всем нашим партнерам комиссионное вознаграждение, мы закрыли нашу платежную ведомость, это вообще даже не обсуждается, это мы делаем всегда в воскресенье вечером и в понедельник до конца дня, то есть два дня, в связи с тем, что количество партнеров большое, мы закрываем платежную ведомость два дня. Так вот, возвращаясь к не сегменту, к вот этим машинам, грузовикам, автобусам, такси и так далее, сегодня порядка 50 было оформлено таких полисов, и 50% из этих полисов это автобусы, автобусы, пассажирские перевозки, их как будто сегодня прорвало. Их было настолько много, что и Пермский край, и Свердловская область, и Татарстан, Мариэл, Волгоград, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва и Московская область. Ну, то есть вот регионально я, наверное, сегодня увидел автобусов с пассажирскими перевозками, с перевозками из, наверное, где-то 15 регионов, а может быть и больше. Это вот так вот, на вскидку я сейчас перечислил их, и это достаточно большое количество. И самое интересное, еще где-то из оставшейся половины, половина было грузовиков, и оставшаяся половина, то есть это, наверное, 1 четвертая часть, да, от общего количества полисов несегментных были. Обычные легковые автомобили без ВИН-номера, праворукие, там, с Зауралия, да, там, или с Приморского края. Это были молодые водители, это были старые автомобили. Ну, вот в общей этой массе мы ни одному нашему клиенту не отказали, ни одному нашему партнеру, бизнес-партнеру не отказали. Мы все это количество огромное смогли переварить. И вот сейчас уже выдыхаем, уходим отдыхать, чтобы с полными силами завтра снова ворваться в текущий рабочий день и показать отличные результаты, заработать денег и себе, и прежде всего нашим представителям в регионах, которые с нами работают и присылают нам такие заявки. Ну, и еще вторая история, которая интересная была сегодня, это какой-то неимоверный всплеск заявок и обращений посчитать от наших агентов, наших партнеров страховых по ипотечному страхованию. То есть, вот, наверное, знаете, такой период проходит после 15-го числа ежемесячно. Это вот 15-е число проходит, соответственно, зарплату все наши клиенты получили, и они пошли пролонгировать свои ипотечные страховки, полисы ОСАГО, полисы КАСКО и так далее и тому подобное. Так вот, сегодня, видимо, все звезды сошлись, именно 20-е число. У многих появились возможности обратиться к нам и посчитать ипотечное страхование. Так вот, на общей массе расчетов по страхованию ипотеки я заметил такую хорошую, позитивную тенденцию. Мы считаем дешевле в полтора, а иногда и в два раза, чем считают в банках. Сегодня было процентов 70 обращений из Сбербанка и процентов 30 из банка ВТБ. Так вот, последний клиент, которого я считал, собственно, 95-го года рождения молодой человек, который берет ипотеку, у которого 7 миллионов 350 тысяч кредит ипотечный, и стоимость страховки, которую ему предложил банк на имущество и по страхованию жизни, суммарно больше 30 тысяч рублей. Там 14 тысяч имущества и 17 тысяч страхования жизни, то есть 31 тысяча. Ну, грубо я округляю. Наш сайт, агент.застрахован24.рф, посчитал с выбором в 10 компаниях страховых, внимание, страховую премию от 18,5 тысяч до 20 тысяч рублей. То есть, ну, видите, да, в полтора-два раза мы считаем дешевле, чем считают Сбербанки. Более того, этот клиент пришел по рекомендации, он пришел от постоянного вип-клиента моего, и он, соответственно, воспользовался скидкой, которую можно передавать, я рекомендую это делать, и суммарно он сэкономил на тарифе в два раза. То есть, он получил страховку дешевле в два раза за счет скидки накопительной, за счет низкого тарифа, и в целом вообще классный день. Вот так, когда ты работаешь, как белка в колесе весь день, и это приятный такой, знаете, отдых вечером, это приятная усталость, когда ты еще с этого, со всего заработал очень хорошую, большую кучу денег и удовольствия, и, то есть, помог многим-многим-многим нашим партнерам. Хорошая всем неделя, отличная доходная составляющая, заработка, и много хороших клиентов, богатых, с желанием застраховаться. Работаем дальше. Продолжение следует...